И таки, наверное, придется вести боевые действия на этом ходу. Как бы мне не хотелось обойтись без боевых действий, но без них, увы. Так, один убийца тут. Слабенький причем. И один убийца тут, хороший очень. Ладно, пошлем его в Ереван. Чисто ради найма. Видите? Стоит отправить. Сразу грозятся общественными беспорядками мне тут. Да что ж с вами не так-то? Что вас не устраивает? Я вроде все постарался сделать. Все разваливается. Такое ощущение, что все разваливается. Ладно. Понял. Мы можем в эту армию добавить кавалерию. Пока отступим. И провести грандиозное сражение. Давайте. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть отрядов. Это исключительно фигня. Причем армия неполная. Значит у нас все преимущества. Даже если мы потеряем много своих воинов, нам нужно пробиться к Керманшаху, своим предводителем, чтобы тот утихомирил этот городок. Потому что если там будет бунт, это будет все. Так, развернуть войска. Естественно враг находится на возвышенности. Но правда, это еще вопрос. Большой, кому в итоге возвышенность достанется. Это можем поступить хитро. И мы можем взять контроль над высоткой. Только надо все правильно поставить. Ctrl-1. А имея преимущество в стрелках и метателях, мы обеспечиваем себе победу. Вот так вот. Ctrl-3. И кавалерия. Ну, будем верить. Будем верить. Так, нашего суперского сюда. Эту кавалерию куда-то сюда, эту кавалерию куда-то сюда. Начнем сражение. Попробуем врага обойти. А пока вся наша основная группа. Так, пауза. Давайте. Давайте, 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 давайте. Быстро, 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 быстро. Паузу снимаем. Посмотрим, куда они гвинутся. Они наверх тоже хотят. Но нам надо их разделить, как говорится, разделяя и властвуй. Надо им в тыл зайти. Тут же есть кавалерия, но у нас быстрая кавалерия. А ну давайте ударим. Оу, вы идете как раз туда, куда нам нужно. Такс, 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 такс. Момент я не учел. Значит, не трогаем эти катапульты. Вот кто тут самый опасный. Катапульты еще. Ладно. Сюда. 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 А манганели куда серьезней. Так, этих мы заберем. Давайте убиваем их всех. Главное не испугаться. Что там у них осталось? По-моему, никого не осталось. Сейчас заберем этих. Уйти от копейщиков как можно быстрее. Такс, 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 такс. Есть уже какой-то результат. Баллисты шестерочка у них тут. Понимаете ли. И развести этих гадюнышей надо. Ой, лучники по нам стреляют. Это плохо. Давайте попробуем вот этих застрельщиков выцепить. Такс, в сторону, в сторону, в сторону, в сторону. Ударили, отошли. В общем-то, даже не надо особо сопротивляться. Разделяем властвую. Все просто. Такс. Стрелков поглотили. Их отряды вытянулись просто в идеальную классную линию. Я думаю, мы и баллисты успеем зацепить из этого всего. Тут у нас отрядов кавалерии больше. Такс. Не-не-не, ребята. Вам тут не светит, как говорится. Не сияет. Уходим, 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 уходим. И пауза. Враги прямо перед нами. Что мешает взять и ударить по ним? Так, нам все надо рассчитать. Так, раскидали их. Сколько их осталось? Четверо. Четверо это опасно. Такс. Четверо это опасно. Все, теперь вот этих убьем. Что значит преимущество по высоте? Ну, есть контакт с врагом? Вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау. Побились, ушли. А этих в тылу оставим. Такс, у нас тут плохой контакт есть. Вот. Отступить. Отступить. Там совершенно не нужно сражаться с этими копейщиками. Да, моя ошибка. Слишком много всякого тут лепится. Стрелков раздавим. Бегут. Отлично. Кто? Персидские копейщики. Персидские копейщики. Давайте их напугаем. Вау-вау-вау-вау-вау. С кем мы сражаемся? С охраной полководца. Нам это не нужно. Так, добили этих. И всех бегунов добиваем. Так, тут следующая орава бегунов. Так. Так. Да, уходим, 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 уходим. Нам эти персидские копейщики. Вообще не нужны. Истребили. Ну и хорошо. Вот черт. Прицепились они к нам. Дебилоиды, блин, целый отряд кавалерий. Как же мне его жалко. Хорошо, уходим. Догонять тут некого. Просто закидывайте и стреляйте. Чего тут еще жило? Так, готовьтесь принимать. Гаденыши, блин. Умеют подловить. Но наши посильнее должны оказаться. Поэтому мы их тут разобьем. Сейчас еще и поможем. Добивайте их до последнего. 260 пленников. Как-то маловато. Уходим. Уходим. уходим 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 это все за мануха болейн я сказал уходим попытка словить нашу кавалерию та шо значит рано мы уже все рано вводим свою кавалерию на безопасное расстояние кто бежит где бежит вы чё попутали народы а ну расстрелять их всех что-то как-то вообще неэффективно расстреливают а ну сюда так прогнать и забрать с собой да явно это не дело для легкой кавалерии все все будет быстро убегают и убегают замечательно продолжить битву конечно мы заберем всех да прекратить огонь и серебряные лычки опыта мне не помешают я конечно забываю что у меня полководцы прокачаны в кавычках не те кто много воевал до последнего ладно ладно уйти из боя безоговорочная победа 435 на 1346 хорошо харизм пострадал и пострадает еще самое главное это выбивать выбивать их полководцев казнить отпустить выкуп ну допустим предложение отклонено как говорится я предлагал путь путь на керманшах открыт что прикажете что я могу приказать объединить силы кавалерия мне тут еще пригодится поэтому я оставлю всю кавалерию здесь здесь осадное орудие уведем отсюда да ну что вам не нравится я же вам предлагаю все бонусы может религия как-то упала 45 православия нет это не религия просто им что-то не нравится ничего с этим не поделаешь ну и эта армия так как она должна идти на рей она наверное где-то здесь и останется спешить не будет жду приказаний марш так этих остановим с этими как-то справимся учитывая что новых заказываем точно справимся ведь мы можем и кавалерия у нас тут и другая армия если что подойдет можно даже все остатки скинуть туда или не нужно этого делать просто тут их оставим 3 отряда которые придут на помощь плюс 2 армии вроде распределили может убийца где-то действует гаденыш и нам нужно тут посидеть чтобы его выловить так но мы 3 отряда тут еще создадим это означает что трое могут покинуть раз два и переобучим вот этих переобучим его переобучим и всех остальных по чуть-чуть так еще одна хорошая победа меня радует ну 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 нужна ли армия в ереване конная армия кажется не нужна и тут такие силы тоже не нужны а а значит уводим их все но приказаний а а а а а тибриз и стрелков по чуть-чуть сюда мы деньги получили 37 тысяч надо выискать еще спонсоров и они наши спонсоры спонсоры проспонсируйте потому что запасы на которых мы как хобяки сидим практически исчерпались сведения о карте заплатите нам чуть-чуть или вы сами бедствуете нет не хотят хорошо как вы ко мне так и я к вам вы не платите мне и я вам ничего не дам так вот еще одна дорожка и это город это город горган вот тут вот еще проход я так понимаю но это более широкий проход тут можно ходи то есть вот это место закрыть можно и вот это вот место вот эту дорогу можно закрыть и все и путь наверх будет полностью полностью друзья перекрыт видите нельзя пройти 2 узких места которыми можно сдерживать все северное вторжение на юге или южное вторжение на севере будем знать полезная информация так дружище давай ты тоже у нас это дурью маешься ушел далеко от всех народов да кажется там нам ничего не светит поэтому надо возвращаться с трепетом в сердце замирание души я передаю ход дальше понимая что от того что произойдет дальше очень многое зависит самое главное чтобы ни один из наших городов не взбунтовал мы практически эту войну закончили еще парочка хороших побед и мы можем навязать харизму такой мир который мы хотим тарда половецкая да чтоб тебя но это повод для мирных переговоров но сначала византия ох послы должны быть у всех наших соседей а соседи у нас сейчас харизм шахи сельджукский султанат византия киевская русь орда половецкая но мы на одну провинцию стали больше так что баку мы таки захватили и нам повезло что у харизм шахов есть еще враги все их армии пошли к сельджукскому султанату в гости минуя наши территории они так вроде и не осадили ни одно поселение наше ни один городок вообще ни один слушайте удивительно не просто прошли сквозь наши территории так я надеюсь что будет возможность сохранения на следующем ходу а то это эпичное событие войны и мы таки оказались сильнее там где это нужно правда все зависит от их сговорчивости если эта война будет продолжаться дольше то мы просто по откату вынуждены будем перемалывать новые и новые стеки ладно если империя против которой вы воюете маленькая и вы знаете что вы захватите три города и все это прекратится но харизм шахи это просто такая кузня которая постоянно и постоянно производит вау они возвращаются видите увидели где можно схватить и решили схватить так в керман шахи ничего не будет это хорошо отступим они не знают пощады приступаем завтра на рассвете наши крепости их останавливают о нашли кого осадить ну давайте это следующая цель для поражения теперь охвас охвач нет 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 это плохо две цели для поражения на следующем ходу и армии у них тут немало литовский князь мертв кандидат на усыновление литовский князь мертв но это плохая но вы знаете кто то убили убийцы возраст 16 лет конечно же беру беспорядки керман шах и тифлис количество потерянных воинов 300 потерянных жителей почти две тысячи королевство польши священно римской империи а в дополвецкое грузинское царство двадцать шесть тысяч еще десять тысяч потеряли такс 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 и с этими переговоры но как говорится нет сохранение недоступно еще целый ход жесть одна как-то с этим справимся подождите у нас же здесь был военачальник нам не сообщили о его смерти офигеть да чё же он убийца просто мы боремся с вражескими убийцами чё вы не понимаете наш царь не убийца так нам надо отвезти значит в тифлис такс так что Орда половецкая. Смотрите, как им виселицы не нравятся всем. Это полезные штуки, поверьте мне. Эти виселицы на самом деле очень-очень классные вещи. Ничего вы не понимаете. И опять куча вопросов вместо ответов. Что же его делать тут? Без полководца мы здесь явно не справимся. Вообще не справимся. Убийцы еще недостаточно прокачаны. Нужно, конечно, попытаться. Отлично. Молодец. Красава. Просто ты не представляешь, сколько проблем ты решил. Подфартило так подфартило. Все. Два убийцы, которые справились с основными задачами. И где-то тут сидит хмыренок, который убил нашего. Где-то тут он сидит, козел. Надо его тут выловить. Вот она гадость. Уйдите, уйдите от меня. Я не могу на этом ходу заключить перемирие с харизм шахами. Так, лазучек у меня тут есть. Ну, никого тут нету из опасных вроде. Давайте посмотрим, что там у него в армии. Да, неплохая армия. Вот эту вот армию легко разбить. Убийца ждет. Убийство, диверсия, все, что пожелаете. Кого вам нужно? Или что? Может быть? Этому повезло не так хорошо. О, купец от бога. Ой, у меня столько проблем, что это просто жесть. 218. Есть тут какие-то стоящие ресурсы. Вообще хорошо стоящие или нет? 472 с дерева. 651. Ладно, наверное. 276 свина. 117. 117. 117. 436. 578. Вот куда-то сюда, к этому сахару придется идти. Придется идти к этому сахару. Но сначала сюда. 80 православие, здесь 39. Хорошо. Сколько здесь? 68. Сколько здесь? 84. Сколько здесь? 63. 63. Ладно, постой пока прокачайся тут. Ну, осадное орудие по-любому. Тут. 64. 66. 67. 65. 65. 62. 63.